Ребята, привет! Это с вами Саша, этот Саша. И сегодня у нас по XUI и дизайну занятие. Это такое последнее теоретическое занятие. И следующее занятие практическое тоже будет заключительное. И потихоньку мы уже возле финишной прямой. Сегодня мы с вами рассмотрим такую тему, как развивайся каждый день. Это больше такой, знаете, мотивационный урок. Я с вами поделюсь своими какими-то, ну, своей философией, как я отношусь к дизайну. Ну, вот, и на самом деле, ребята, ну, недостаточно быть классным дизайнером, но нужно быть хорошим человеком. Вот, и когда вы, ну, как бы по-честному делаете дизайн и относитесь к своей работе, там, как бы ответственно, вы, как бы, ну, получаете от этого, ну, много выгоды, и от этого получают выгоду, ну, еще и клиенты. И, в общем, все получают, ну, как бы радость. Вот, и, ну, как бы можно быть дизайнером, который просто делает дизайн и злиться на всех, а можно подойти к этому вопросу по-другому. Вот, поговорим мы с вами про развитие и почему очень важно развиваться каждый день. Вот. Поговорим про развитие, что после курса этого, если вы были у меня даже на курсах и занимались со мной, то я всем говорю ребятам, что, ну, то, что вы закончили, это не значит, что вы, там, ну, еще дизайнер. Вот. Вот. И, ну, скажем, этот статус нужно всегда поддерживать и каждый день. Вот. Если мы говорим про высокий уровень дизайна, высокий уровень дизайна, ну, скажем, он хорошо оплачивается. Я считаю, что уже средний уровень – это больше тысячи долларов, когда вы получаете. Ну, более высокий же больше двух за свои услуги. Ну, как бы деньги для меня являются не самым главным, но он является, ну, одним из основных факторов, которые показывают, что, ну, у меня получается. Потому что, когда вам просто говорят, что дизайн классный, но не платят вам деньги, ну, эти слова становятся как будто бы пустыми. Я говорю про клиентов, а не про друзей. Вот. Ну, и поговорим про методы, которые могут помочь вам развиваться. То есть вам необходимо каждый день развиваться, ребята, для того, чтобы, ну, по крайней мере, стараться находить новое, ну, и по крайней мере, работать в этой сфере постоянно. Вот. Первое, ну, вы можете обучаться, как сейчас на курсах, обучаться от других дизайнеров, ну, принимать опыт от других дизайнеров. Вот. Второе – это книги и статьи. Вот. Очень, ну, как бы советую читать. Это очень помогает. Вот. Дальше – это вдохновение от других сайтов. Вот. Поэтому, ну, я вам уже говорил про такой сайт, как Awards. Вот туда заходите и смотрите, вдохновляйтесь. Также нужно свои навыки в инструментах тоже улучшать. То есть от этого зависит ваша скорость работы и скорость, ну, и качество работы. Ну, и дизайн-конференции. Вот. Очень интересный пример. Я ездил на дизайн-конференцию в Торонто. Вот. Там было три дня конференции или два. Вот. Было очень круто пообщаться с разными дизайнерами по всему миру. Вот. Я общался с дизайнером, и мы сделали вместе логотип. Этот дизайнер, он графический дизайнер, и он делал для Обамы, для его предвыборной кампании дизайн. Вот. И также говорил с дизайн-конференцией из NASA и другими, другими там студиями. Это на самом деле очень прикольно, ну, пообщаться с такими людьми, ну, и понимая, что они просто люди, и они любят свое дело. Это самое главное. Ну, и поговорим про… То есть, если говорить про дизайн-конференцию, это, ну, как бы очень такая штука, которая вдохновляет. Вот. Вот. Поговорим с вами про качество, качество, которое, на мой взгляд, ну, как бы должен иметь дизайнер. Ну, во-первых, это прежде всего думать про пользователя, а не про деньги. Да. Что это значит? Значит, очень часто люди идут работать ради денег, вот, и такие люди достаточно быстро сдуваются, на мой взгляд. Либо, когда они достигают какой-то результата, допустим, там, хочу зарабатывать 5000 долларов, и он, человек, достигает этого результата. Что дальше происходит? Дальше, ну, он достиг, ну, хочу 10, да, хочу 15. Но, в принципе, это можно всегда до бесконечности продолжать и заполнять эту пустоту деньгами. Но наша жизнь состоит не только из денег. Мне кажется, что если вы уже достигли такого финансовой, такой финансовой независимости, которая, ну, вам достаточно для счастливой жизни, ну, зачем брать еще больше, да? Ну, зачем зарабатывать деньги, там, ну, очень часто родители могут, там, зарабатывать деньги, там, для своих детей, типа, чтобы у детей были дома, машины. Вот, мне кажется, дети должны сами, ну, заработать деньги. Вот, они должны сами учиться жизни. Вот, но я скажу, что, ну, если вы только ставите деньги, это неплохо. Но мне кажется, что это, ну, когда так закончится. Вот, деньги, они не приносят, ну, душевное, скажем, наполнение. Вот, и я, ну, ну, как бы на самом деле я прошел такой опыт, что когда у меня было очень много проектов, я просто клепал как фабрика сайтов много-много всяких пакетов, то мне на самом деле уже становилось скучно. Я такой, ну, вот очередной дизайн. Но когда я начал задумываться о том, что мой дизайн будут видеть люди, я когда садился за компьютер и понимал, что я сейчас сажусь ради людей, то у меня, знаете, вот внутри, вот, прямо такое, там, где сердце находится, солнечное сплетение, прямо такое теплое, ну, растекалось приятное, теплое чувство. Вот, и я, ну, просто, ну, когда я думаю про людей, мне становится очень радостно от этого. Вот, добавок ко всему, я открыл свои бесплатные курсы, и они, ну, бывает, что донейшн, это не самое важное в курсах, но, то есть, это очень сильно наполняет, когда вы, ну, делаете для людей. Ну, и когда вы делаете для людей интерфейсы, и вы в проекте, как человек, который не просто хочет, ну, срубить деньги и уйти в 6 вечера, потому что закончился рабочий день, а вы переживаете вместе с командой, ну, там, весь проект, вместе, ну, пытаетесь улучшить интерфейс, то, ну, типа, ну, вам будет намного интереснее, ну, вообще по жизни работать. Поэтому на первое место ставьте сначала пользователя, потом уже деньги. Ну, не забывайте про деньги, потому что деньги — это важно. ну, как бы, не нужно, на мой взгляд, становиться, ну, бесплатно работать, да, потому что нужно, там, и жить, содержать семью, ну, и не нужно, как бы, думать только про деньги. Мне кажется, нужно находить какую-то середину. Вот. Такой вот следующий слайд, он про качество. Вот. Мы говорим о том, что когда вы делаете макет, то вам необходимо, ну, стараться каждый раз, когда вы садитесь за работу, максимально делать качественные макеты. Вот. Если вы будете делать качественные макеты, то вы будете улучшаться. Если вы будете делать так-сяк, вы будете оставаться на этом же уровне. Вот. Ну, и такой совет, что если вы уже, там, устали, и говорите, все, я больше не хочу, просто отдохните и продолжите работу дальше. Такой третий пункт — это нужно знать себе цену, и себе нужно конкретно установить прайс. Сколько вы стоите? А. Месячная зарплата. Б. Часовой ваш рейд. Б. С — это сколько стоит, там, на разные виды сайтов ваши, сколько стоит ваша услуга. Потому что если вы плаваете в ценах и не знаете, сколько вы стоите, ну, вам будет сложно найти работу. Ну, потому что клиенты, работодатели любят уверенных дизайнеров. Работайте, будьте пунктуальными и всегда работайте, соблюдайте дедлайны. То есть если вам 10 февраля нужно сдать проект, то вам 10 его нужно сдать. Если вы его сдаете позже, то знайте, что клиент имеет право забрать у вас часть зарплаты. Либо, ну, либо самое плохое, что, может, он просто не вернется к вам. Если вы будете классным дизайнером, но будете постоянно срывать дедлайны, ну, у людей есть свои бизнесы, свое терпение, и, ну, с такими дизайнерами неприятно работать. Вот старайтесь успевать. Если вы знаете, что вам на работу потребуется неделя, лучше сказать, что вам нужно две. Принесите бонус клиенту, там, на неделю раньше сдавайте работу, чем позже. Такой совет. Дальше, ну, по поводу дедлайнов. И этот слайд, он связан, потому что можно до бесконечности изучать ваш, ой, улучшать ваш интерфейс, но узнать, что есть дедлайны. Поэтому нужно сделать до хорошего качества, но, как бы, ваш интерфейс, ну, если есть время, то максимально качественно. Вы спросите, как же понять, что это качественно, либо нет. Ну, во-первых, такой совет. Ну, ответить на вопрос, действительно ли вам нравится. Потому что, если вы отвечаете вопрос «да», потому что вам хочется побыстрее пойти, отдыхать, но вам не нравится, значит, вы себя обманываете. Но вам нужно хотя бы ответить на вопрос, нравится ли вам. И также, когда вы просто набьёте свой опыт, да, то у вас будет, вы уже будете видеть, где вы схалтурили, а где сделали качественно. Такой, тоже такой совет, что, знаете, что любая энергия, которую вы потратили, она возвращается. Вот. И, да, если вы тратите энергии на своё развитие, на что бы вы стали дизайнером, и вы каждый день занимаетесь этим, но пока нет результата, знайте, что этот результат по-любому придёт, если вы будете упорно дальше трудиться. Вот. Я, на самом деле, пример этого, потому что, ну, у меня было, я был нулевым дизайнером, я вообще многого не видел, не замечал, не понимал. Я помню это как сейчас, но прошло 8 лет, я упорно трудился, и скажу, что, ну, сейчас, ну, я понимаю, кем я был и кем я стал, потому что я трудился. Ну, и также в планах, в планах проектов, если вы делали проект, и вас кинул клиент, и не заплатил деньги, вам не надо расстраиваться, потому что, во-первых, вы можете подумать такую мысль, что вы проработали, и вы так или иначе получили опыт. Вы лучше теперь работаете в программе, в которой там скетч, фотошоп, фигма. Вы по-любому прокачали свой коммуникационный скилл. И в-третьих, ну, вы как бы старались сделать дизайн, и вы прокачались в дизайне, потому что каждый проект вас улучшает. Вот. И ничего страшного, я вас сегодня заплатил, отпустите его, и, знаете, что деньги вернутся. Вот. Потому что у меня были такие примеры, когда, ну, у меня там были должны там 200 долларов, ну, там, 300. Для меня раньше это были огромные деньги. Вот. И, ну, и реально клиенты там, несколько клиентов, ну, вот, уходило. И не заплатили мне деньги. Вот. И был у меня такой проект, когда я делал сайт около месяца, и я сказал, что я хочу 170 долларов. Или, по-моему, 120 долларов. А, 170. И мне в итоге дали 250. Мне сказали, нет, мы тебе дадим больше. Либо был такой тоже пример, когда я собирался уезжать в Индию, мне не хватало 500 долларов. И я, ну, на Freelance.ru, по-моему, я нашел клиента, у которого был бюджетный интерфейс 500 долларов. Вот. И я перебил цену, ну, как бы, от других дизайнеров, ну, других фрилансеров, перебил цену других фрилансеров, и я сказал 350. В итоге я сделал проект, и мне спросили, сколько мы вам должны. Я сказал 350. Мы договаривались на 350. Они говорят, да нет, слушай, у тебя классно получилось, бери 500. Вот. Ну, и как бы, и прикольно, что это работает. Ну, это работает в реальном мире. Умейте отпускать, и знайте, что ваша энергия вернется. Дальше. Как бы, про вот сам такой очень важный слайд. Что, когда я не дал, ну, когда я 8 лет назад решил стать дизайнером, то я такую поставил себе цель, вне зависимости от настроения, от, там, что со мной, когда хорошо мне, радостно, либо не очень хорошо, болею, не болею, я все равно буду заниматься дизайном, несмотря ни на что. Несмотря на свое физическое, психическое состояние. Вот. И, вы знаете, получилось, но я стал дизайнером. Вот. Иногда бывали апатии, бывали, ну, депрессии. Было не, ну, было... Было очень много разного. Вот я даже... Есть тут, если есть слайд. Нет, увы. Нету. Первая презентация. А вот. То есть вы видите, сколько тут у меня было падение. Это реально, правда, что мне было плохо, но все равно я поднимался и шел. Вот. И я поставил цель, что я хочу стать дизайнером. Вот. Я хочу делать. И все равно... И вы так или иначе доходите, если вы, несмотря ни на что, несмотря на, там, своих родственников, либо друзей, которые говорят, нет, ты ничего не сможешь, ты неудачник, либо ты не дизайнер. Не слушайте это. У меня... Ну... Ну, не слушайте, просто продолжайте делать. Очень важно, что вы хотите. Вот. И последний такой слайд. Да, всевидящий глаз. Вот. Я верю в Бога. И я верю в то, что все, что бы вы не делали, Он знает, что вы делаете. Если вы смухлевали и как бы увидели, что ваш пиксель съехал, либо там вы не доделали что-то, и клиент этого не увидит, но знайте, что это вы увидите. И если вы думаете, что если вы не доработаете сегодня и не сделаете максимально качественный дизайн, то знайте, что это не пройдет все равно. к вам притянется именно та работа, на которую вы заслуживаете. Ни больше, ни меньше. Вот. Поэтому, ребята, на этом все. У нас такой финиш. Ура! Вот. Я желаю вам, ну, реально стараться. И смотрите следующий урок. Практическое занятие. Вот. Я с вами не прощаюсь, потому что я открыл YouTube канал. Он называется Design Lab. И видите, что тут я корректирую, ну, свои видео закачиваю. Закачиваю. И сюда можно на самом деле будет закачать, будут закачиваться видео и другие дизайнеры. Вы можете в этом, на этом ресурсе обучаться и становиться лучше. Вот. Вам хорошего вечера, либо дня. Ждите следующее занятие по практике. Пока. Продолжение следует...